Сон в состоянии сна проходит немалая часть человеческой жизни. Сон – это маленькая смерть, отдых и канал связи с тем, что не подвластно нашему разуму, однажды, заснув от неимоверной усталости и пробудившись утром ото сна с опозданием на утреннюю молитву-намаз, пророк Мухаммад, да благословить его Всевышний и приветствует, обратился к подвижникам. Воистину Аллах, Бог Господь, забрал ваши души, когда пожелал и вернул их, когда пожелал. Билал, вставай, призови людей на молитву, просчитай громко азан, пусть все проснутся. В Священном Коране о сне говорится в девяти местах, а в сводах хадисов есть целые разделы по этой теме. Сам пророк, порой после утренней молитвы, повернувшись лицом ко молившимся за ним, спрашивал, Кто-нибудь из вас видел сегодня ночью сон? Некоторые ученые говорили, что вещи, правдивый сон – это творение Господа в сознании человека. Однако есть люди, уделяющие жизни во сне слишком много внимания. На последующих страницах попробую представить границы рациональности, понять, что есть семья в этой области жизни, А что, шелуха, начнем с того, что все сотворенное Создателем – это знамения, указывающие на существование и могущество Его. Знамения – огромное количество, как вокруг, так и внутри нас. В Священном Писании упоминаются наиболее яркие, а возможное и наиболее важное, ценное. Среди них есть и сон, и счастлива Его знамения. Ваш ночной сон, восстанавливающий силы и потраченный за день энергию и получасовой или часовой сон днем, дабы отдохнули вы телом и душою. Смотрите, Священный Коран, 30 сура 23 аят, что есть он в севике Священного Писания. Священный Коран – это знамение, указывающее на существование Бога, как уже было упомянуто, а также одной из пор он проявлен его милости. Он – Господь миров, тот, кто сделал для вас ночь одеждой, подобной чему-то накрывающему во что-то вас, одевающему сон отдыхом, а день – воскрешением, оживлением. Ночь переводит вас в вино и состояние. Сон частично умерщвляет, давая телу возможность отдохнуть и восстановиться, а новый день возвращает к жизни, к новому дыханию, будто обновляет осознание и восприятие вещей, давая возможность по-новому взглянуть на окружающее. Священный Коран, 25 сура 47 аят. Сон был источником, откровений для пророков и посланников Божьих. Смотрите, например, Священный Коран, 8 сура 43 аят, 37 сура 102 аят, 48 сура 27 аят. А после завершения миссии поселетнего пророка стал источником воодушевления. Порой тем, через сто молит поступить предупреждение и устрашение. Сон это также состояние, когда нежданно, негаданно, не изводилось божественное наказание. Смотрите, Священный Коран, 7 сура 97 аят и 68 сура 19 аят. Что говорил о снах поселетний посланник Творца? От проройства ничего не осталось, кроме вещего сна, обычно дающего радостную благую весть. После меня не будет ни пророков, ни посланников. То есть, со смертью поселетнего пророка и посланника Мухаммада, саляллаху алейкум ассалям, все виды пророчских откровений уйдут в прошлое. Остается только небольшой информационный канал «Сон». Пророк Мухаммад также пояснял. Благой сон благонравного человека – это одна 46-я часть пророчества. Ученые комментировали, под словосочетанием «благой сон» возможно подразумевается радость самого сна, а возможно и благостность толкования, разъяснение, что будет дано ему. Под словом «человек», а если согласно тексту хадиса «мужчина» подразумевается как мужчина, так и женщина, с этим согласны все мусульманские ученые. Любой не может видеть вещи предположительно правдивый сон. Самые правдивые соны будут у тех верующих, кто наиболее правдив во своих словах. Проникновение во сердце, сознание и душу на божьего, религиозно практикующего человека наиболее сложно для сатаны. Поэтому вероятность увидит вещи и сон очень правдивых из них велика. В то же время правдивость вновь у такого рода людей не является однозначной, а только предположительно несет во себе божественное начало. У явных грешников, людей далеких от Бога и религиозной практики, или даже неверующих, вероятность правдивого сна минимальна. Но, как говорили ученые богословы, не исключена. Какой сон явно правдив? Кто увидит меня во сне, тот истинно увидел меня. Поистине сатана не может принять мой облик. Произносилось устами пророка Мухаммада. Некоторые ученые считали, что хадис можно понимать буквально, и ничто не препятствует этому. Имам Аллах Зали дал иное. Пояснение словам, тот истинно увидел меня. Не нужно понимать эти слова, как он увидел тело мое, а нужно понимать, как он увидел образ мой, через который спящему человеку дается правдивая информация. Если человек видит образ пророка Мухаммада, это еще не говорит о том, что он увидел самого пророка, его душу. Он увидел образ и подобие пророка, который может быть только от Бога и однозначно не от сатаны. Связаны ли вещи и сны с концом света? Ближе к концу света сны верующих будут все более и более правдивыми. А во какое время суток наиболее вероятно увидит вещи сон? Наиболее правдивые сны во время зари на рассвете. Джафар А. Садык говорил, сон увиденный в промежутке между второй и третьей молитвами, дневной, послеобеденный сон, наиболее легок в оттолковании. Али ибн Абу Талиб сказал, «Нет разницы между сном дневным и сном ночным. Возможность увидеть правдивый сон, ведь и периоды суток одинаково. Также нет разницы между снами мужчин и снами женщин. Как воспринимать, как определять? Пророк Мухаммад говорил, хороший сон от Бога, плохой сон от дьявола. Если увидит человек во сне что-то понравившееся ему, желанное, благое, приятное для него, то пусть возблагодарит Аллаха. Бога Господа и никому не рассказывает, об этом, кроме тех, кого любит, уважает. А если увидит что-то неприятное для него, вызывающее отвращение, порицаемое, нежеланное, устрашающее, обеспокоившее, то пусть плюнет через левое плечо и скажет, аузь билляхи, меня шайтони раджими, вамин шарик, аузь билляхи, меня шайтони раджими, вамин шарик, ищу прибежище у Бога и сатаны зла его, ищу прибежище у Бога сатаны и зла его. Пусть ляжет на другой Бог и на другой Бог и последующим никому не рассказывает. Ему никакого вреда от этого сна не будет. Услышав хадис, Абу-Иссаляма сказал, ранее некоторые сны для меня были тяжелее год, теперь же я не обращаю на них никакого внимания. Аузь билляхи, меня шайтони раджими, вамин шарик. Мухаммад Ивен Сирин сказал, сон бывает трех видов речи души, то есть в впечатлении человека, результат его размышлений, переживания, устрашение сатаны, второе, и произнесение им печали, скольби, когда плохим или ужасным сном он старается запугать человека, внести в душу чувство отчаяния, растерянности, печали, третий видов, ищий сон, являющийся благой виси от Господа, также видов, ищий сон может быть божественным предупреждением, предостережением, чтобы человек мобилизовался проявить большую внимательность, бдительность, большую внимательность, бдительность, приведу комментарий пророка Мухаммада, да благословить его сегодняшнее приветствует относительно некоторых снов. Если дьявол играет кем-либо из-за вас, когда тот спит, то есть, если проснувшийся человек вспоминает, что видел глупое, странное, или страшное сон, то пусть, пробудившись, выбросит увиденное из головы, проигнорирует это, забудет об этом, и никому не рассказывает эти слова пророк Мухаммад, да благословить его творец и приветствует, сказал, бедуину, пришедшему к нему и рассказавшему о том, что в осенне он видел, как лишился головы и последовал за отрубленной головою, услышав этот сон, пророк засмеялся. Пророк однажды поделился со своими сподвижниками подобно любому спящему я видел сон, будто мы собрались с вами во доме удобы и нам принесли хорошие финики. я растолковал это как предвестие значительного блага. Я растолковал это как предвестие значительного блага. превосходства для нас в жизни мирской и в жизни вечной и религия наша обладает полнотой завершенностью. Практикуя ее, мы чувствуем сладость веры. Некая женщина увидела во сне кого. Одного из поделивников пророка умершего незадолго до этого забил источник. Она спросила посланника Всевышнего и он ответил это его дела которые будут произносить ему пользу и после смерти будут зачисляться на его личный счет в вечности пока не перестанут быть полезными для других людей. Пророка однажды спросили о Вараке. Варак Айбен Нафаль был набожным и религиозно грамотным человеком. До начала пророчки миссии Мухаммада являлся христианином. Читал Библию на Игрите и занимался переводом ее на арабский язык. Он один из первых кто узнал о нашей божественном откровении и подтвердил их истинность. Пророка однажды спросили об Араке родственники Хадиджи. Хадиджи сказала Ты помнишь Хадиджа ради Аллаху Гангху она он подвердел истинно твои пророчские миссии. умер до распространения вести о тебе как о пророке пророк Мухаммад да благословить его творец и приветствует сказал он в Араке был показан мне во сене на нем была белая одежда если бы он был из числа обитателей ада то на нем была бы другая одежда к тому как растолковывать сон нужно относиться внимательнее пророк Мухаммад предупреждал сон верующего это одна сорок шестая часть пророчества и сон этот в неопределенном подвешенном состоянии между небом и землей пока о нем не заговорят пока его не растолкуют пока не придадут ему определенное увязываемое с реальностью смысл когда заговорят тогда и упадет он на землю в том виде который ему предадут что запустит механизм его претворение его 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 Продолжение следует...